Сейчас обсуждать сам закон. Я думаю, что по этому поводу достаточно много сказано, написано. Я считаю, что, конечно, надо быть осторожными с чувствами верующих. И ясно, что закон этот стал актуальным после выходки в Храме Христа Спасителя, который я, безусловно, осуждаю. Думаю, что люди, которые видят в этом законе какую-то инквизицию, на самом деле не понимают или не хотят понимать важности определенного настроя в обществе, который возвращается постепенно к ценностям, утраченным за коммунистический период. Вы знаете, что среди противников этого закона есть люди вроде Станислава Белковского, которые вообще предлагают разогнать русскую православную церковь, считая ее чуть ли не творением Сталина. Такого рода попытки на нападок на церковь, компроментации церкви предпринимались в течение целого исторического периода. Я думаю, что пора ставить в церковь в покое и верующих тоже, дать им возможность спокойно разобраться со своими чувствами и со своими интересами, не влезать в это очень тонкое, деликатное, душевное дело. Поэтому если речь идет о законе, который сможет от этого нас предохранить, причем речь идет не только о русской православной церкви, конечно, то в таком случае это хорошо. Конечно, речь не идет о законе, который потребует запрета дарвинизма или, допустим, материалистических взглядов. Это совсем другое. Продолжение следует...